всем привет с вами троллер костер и я продолжаю проходить xcom 2 в прошлый раз я остановился на миссии по уничтожению ретранслятора но у меня бойцы как раз высадились на эту миссию и по-моему в прошлый раз я как раз получил броню для бойцов листовую броню да кажется в прошлый раз именно секунду сейчас проверим запись идет нет да запись идет все можно продолжать и сейчас у меня все шансы просто начать унижать пришельцев полностью потому что сейчас у меня на этой миссии просто отличный набор оружия прокаченные бойцы броня есть то есть все условия созданы чтобы эту миссию пройти просто идеально это наверно первые первая самая легкая миссия будет за все время что я играл в xcom 2 но я надеюсь по крайней мере что именно так все и будет немного поближе пробегусь ага вот они ублюдки стоят два сектоиды да ну два сектоиды это вообще без проблем просто рейнджером я думаю как надо подойти поближе чтобы он сзади не стоял но в боя не буду им пока вступать или может и вступить если что у меня у рейнджера есть скилл который позволяет маскировку активировать повторный раз то есть я им немного могу повоевать и потом опять уйти в инвиз стелс драку драку наверно начать нужно с гранаты или нет не буду я гранату тратить на двух сектоидов жалких просто расстреляя их тупо так на шансы у меня около 70 процентов у всех он 76 вот лучше как сделаю поставлю всех бойцов на овервотч а рейнджером выстрелю у рейнджера все равно есть повторная маскировка так что мне этого хватит вполне вот у шансы просто почти 100 процентов у рейнджера на попадание причем шансы на крит очень высокий 94 процента из-за всех бафов у него там прицел и всякие обилки на крит сейчас скорее всего сектоида просто порвет отлично отлично рейнджер конечно это превосходно просто сыграл сейчас главное чтобы до остальные бойцы также не выстрелили метка пошло мочилова пошло мочилова но без рейнджера хватило даже несмотря на то что рейнджер промахнулся все равно их просто порвали в клочья этих сектоидов о чем я говорил сейчас у меня очень сильное превосходство над инопланетянами на данный момент если я выполню отлично то это превосходство еще больше станет то есть следующая миссия у меня будет проще чем это потом миссия будет еще проще еще проще и короче так будет до какого серьезного противника либо момента это еще дело называется но уголом в x-коме то есть когда ты выполняешь миссию одно отлично то тебе становится полегче играть еще выполняешь миссию отлично то тебе легче еще становится играть а раз тебе легче становится играть то тебе проще и миссию выполнить отлично и в результате ты короче сильнее сильнее становишься и игра проходится проще ну скажем так игра там начиная с середины где-то со второй четверти уже проходится проще чем самом начале но это сноубол он может еще наоборот действовать если ты не очень играешь в начале то есть ты вначале проигрываешь следующая миссия тебе дается тяжелее уже ты еще раз проигрываешь ее еще тяжелее становится и в общем все можно на этом компанию заканчивать потому что сложность миссии увеличивается а сила команды у тебя наоборот падает ну или не падает а остается на низком уровне то есть там одни новички рейнджером вот так вот пробегу ядро и лерея модифицированное автозаряжание модифицированное автозаряжание автозаряжение она короче дает три выстрела наверно дополнительных ну либо 2 ой не выстрелы дополнительных а перезарядки перезаряжаться короче позволяет эту чё-то взломать могу столбик интересно у меня сейчас высокий шанс взлома улет 43 чё-то низкий неудачный взлом вызовет подкрепление врага к вашей позиции нет мне пока пока что мне это не нужно если что потом взломая после выполнения миссии у меня все же хоть несмотря на то что шансы пройти эту миссию высокие рисковать и так не буду расслабляться не стоит можно и такую миссию зафейлить вполне этой x-ком тут только расслабился немного и все бойцы начинают умирать сразу чё это такое у нас капитан солдат адвента усиленный и еще один солдат адвента или а нет это копейщик в общем капитан солдат адвента и копейщик надо гренадёром как-то поближе подойти чтобы гранаты зафигачить им пару пороже в черт я до капитана капитана не достаю ладно укрытие ему разрушу просто надеюсь снайперы по нему нормально отработает да я дерево не сломал но я сломал камень который перед ним был и позже камень давал укрытие дерево а снайперов 70 процентов но сейчас попробуем надеюсь проканает блин нет ни хрена но это действительно not good но с другой стороны этот капитан стоит на открытой местности а на открытой местности он сначала в укрытие побежит то есть сейчас не сможет кинуть метку и сразу же выстрелить после этого первым действием он куда-либо побежит на короче стреляю рейнджером пофигу маскировку на вот отлично крит 11 превосходство мое видно даже по количеству хп фон у меня просто эта строчка с кучей кубиков а врагов там 78 кубиков всего лишь т.п. вообще приятно когда броня улучшенная понимать что даже если по мне попадут это это не будет убийством меня за один ход за один ход ни одного бойца мне убить не могут но только если они прям всеми всеми будут стрелять там человека 33 инопланетяна если там будет стрелять например мутона 2 сразу одновременно по одному солдату и это будет два крита тогда еще может они что-то сделают одному солдату но если там какие-нибудь солдаты адвента просто будут попадать без критов я думаю там выстрелов попадание 4 нужно будет им чтобы убить кого-нибудь у меня ну вот собственно началось унижение инопланетян они просто мне ничего сделать не могут я сломал им нет я ее не сломал нужно еще один выстрел сделать ну думаю вот этим пулеметчиком выстрелим пулеметчицей мартина шмидт пиротехник минус 1 5 мы confirm destruction of the relay the alien transmission is down eliminate any remaining hostiles and move to we back finally интересно кто еще там остался из инопланетян наверно каких-нибудь триколеки осталось и пусть и кто идов ну может я не знаю один мутона будет какой-нибудь там или еще капитан адвента ну уж с одним то мутоном я точно справлюсь когда у меня пять бойцов прокаченных есть гранаты и нет нет никого не спалил мог где они тут же вроде конец карты уже до вроде как карта кончается вот за этим домом то есть максимум где они могут быть вот за этим домом как раз все они дальше ну либо могут вот там по дороге быть правее с попытаюсь взломать этот столбик как раз самое время миссия выполнена поэтому можно чего угодно делать о отлично я получаю данные с инопланетного объекта данные в инопланетном объекте я даже не знаю что это такое разведданные я получил наверно скорее всего это разведданные просто а вот это вот ранение у моего гренадера на 1 хп это типа легкое ранение будет считаться скорее всего но это же всего лишь один хп из скольки там из 15-16 наверно ну или не из 15-16 из 12 где-то я не знаю сколько у него хп на самом деле но много много а ну как я и говорил только правда не 3 сектор еда 2 сектор едой мутон как они далеко встали от меня сволочи блин и тут неудобно из-за того что стенки мешает гранату швырнуть не получается там стена мешает еще промежуточная в этом магазинчике или чё это такое да неудобная позиция этим гренадером за этот заборчик встану и возможно гранату докинул до них до шансы вообще низкие 36 процентов скорее всего не попадет ох нет попал только не убил ну я в общем то могу разрушить стенку но не более надо этим гренадером куда-то прятаться гренадершей если я вот так буду стоять на открытом пространстве я думаю даже два сектор едой мутон могут убить ее вполне но еще как вариант уменьшить их количество там оставить одного мутона например вот тогда один мутон уже мало чё сделает а еще есть возможность но нет я не буду протокол помощи кинуть на гренадершу и типа ей там остаться гранату швырнуть а я лучше подойду к ним и встану за стенку тут же фулл кавер дает свой за мотоцикл прятаться не стоит мало ли еще можно сюда да спрятаться тут тоже фулл кавер дается сейчас они на меня побегут мимо кто это скорее всего какую-нибудь херню сейчас кастовать начнут вместо того чтобы стрелять они сейчас еще и в овервотч славит отлично минус сектоид интересно это был раненый сектоид на 2 хп или целый это был раненый сектоид и чё это такое это зомби это зомби ну все отлично я щас с ними уже справлюсь без проблем осталось им укрытие взорвать гренадерами короче вообще подбегу прям почти вплотную к ним на зомби вообще пофигу потому что сектоида на этом ходу я убью это точно он блин неудобно гранаты все таки дать да блин но я думаю в сектоида надо будет фигануть пофиг на мутона сейчас главное сектоида убить стопроцентно чтобы мне зомби не нагадил в принципе у меня есть второй гренадер вот вторым гренадером уже по мутону долбану если сектоида убью удачно выстрелами сектоида теперь укрытия нету теперь а кем убить сектоида гренадер видит сектоида ладно этим гренадером выстрелю по сектоида черт вот это вот неприятность была сейчас это было неприятно 56 надеюсь хоть он попадет ну отлично крит он еще там какую-то мусорку сломал сзади конечно у меня план немного дырявый был если бы сейчас снайпер не попал у меня проблемки начались небольшие стоило в этого сектоида вторым гренадером эту гранату швырнуть или нет стоп а чё а чё толку бы от гранаты нет в принципе правильно я даже играю там бы граната я бы все равно не убил ах теперь это тварин осталось но я думаю я сейчас гренадером святошумовую в неё ой гренадером рейджером святошумовую швырну в него и он начнет косить еще один ход подожду пусть он там постреляет что-то поделает а потом уже убью на следующий ход его подтяну немного специалиста поближе ну и чё будет сейчас этот мутон делать интересно я думаю он просто выстрелит да он просто стреляет и мимо ну еще бы не мимо тому гренадерши этой full cover плюс еще защита от нападения робот этот гремлин а на мутоне это дизоориентация на флешку у него наверное шанс попасть был где-нибудь процента 2 а то если не меньше один процент интересно вообще в их скоме может такое что шанс попадая на 0 процентов быть и по вообще нет вероятности попасть подавлю этого ублюдка гренадерам надо встать а даже не надо вставать никуда можно отсюда прям граната фиганать но это все горочи конец мутону просто со всех сторон его окружил этого мутона у него нет укрытия он под подавлением у него вообще серьезные проблемы а теперь у него проблем нет потому что он мертвый ну и собственно все да да ну вот что называется превосходством полнейшим над и плане над инопланетянами наверное это самая легкая миссия самая легкая миссия вообще как ну из всех тех что я играл в xcom 2 просто очень легко было я даже не особо задумывался над ходами над тем что я делаю все равно выиграл но преимущество слишком сильное было мне только для полного счастья не хватает этих плазменных гранат если у меня плазменные гранаты будут это просто вообще будет рэйп пришельцев но нет это все-таки ранение это все-таки ранение полное то есть один хп это даже не легкое ранение блин это плохо двойной выстрел ого вот это прикол на снайпера выпало меня интересно но в принципе полезная белка с высокой меткости можно стрелять будет здесь выбирая смерть с небес потому что я снайпера качаю на винтовку чисто пофиг на пистолетом две перезарядки до бесплатная и данная станция excellent work commander your efforts continue to bolster the resistance movement across the globe мощность на пределе а это у меня энергии не хватает единственное что сейчас плохо это прогресс аватара осталось 2 кубика чтобы он заполнился мне вот этот аватар нужно просто понизить прогресс и тогда вероятнее всего я пройду игру чтобы понизить прогресс мне нужно напасть на их базу на базу инопланетян и еще сделать черепной бур это сейчас самое приоритетное будет вскрытие мутона улучшенный гранатомет и плазменная граната вот чего мне не хватало следующие технологии всего два дня до тогда короче данные эти исследуем и один день и я устанавливаю контакт зона испытаний билды скал я welcome to the proving ground commander it seemed like a good idea to isolate some of our more экспериментал концепт especially when it comes to weapons development плазменные гранаты либо черепной бур я даже не знаю экзокостюм на короче попробую экзокостюм сделать для этого для гренадерши чтобы она вообще жестко танковать смогла который у меня сейчас в этой в госпитале ну и все один день остался а контакты с сопротивлением плюс один стоп это не устанавливает контакт с регионом это просто дает дополнительный контакт возможность установить дополнительный контакт ага значит я не так понял этот бонус я думал я сейчас его раскопаю и у меня становится контакт с этой новой арктикой на деле немного по-другому вышло на данный станции доступная операция против станции пришельцев регионе западная африка то есть сейчас я смогу типа атаковать еще базу инопланетян что ли фига себе вот так это отлично это как раз моей ситуации подходит это получается я смогу две базы за раз атаковать и прогресс аватара очень сильно упадет за счет этого на следующее вскрытие безликого мне безликие нужны чтобы сделать этот маяк имитатор да вот он этот объект который я могу атаковать думаю одного инженера пошлю в цвт чтобы у меня побыстрее гренадёрша вылечилась один день всего лишь осталось отлично и у меня опять полный состав будет элитный на следующая миссия все она вылечилась пиротеха отлично маяк имитатор теперь можно сделать если что следующее вскрытие следующее вскрытие солдата адвента солдат адвент дает этот сканер боя но в принципе сканер боя не особо то нужен когда есть инженер с фантомом если что могу сделать маяк имитатор но сейчас я его делать не буду если что прям перед боем сделаю в случае необходимости здесь в принципе даже нечего и выбирать там партизанской школе этой короче продолжаем дальше сканировать экзокостюм установить на оружие ракетомет можно ого а ну да да точно экспериментально тяжелое оружие вот это вот я чуть не помню что такое вроде как этот экзокостюм дает единицу брони и немного хп что ли что такое сейчас посмотрим посмотрю чё это такое экзокостюм броня плюс до одну единицу брони и хп ну это что-то типа мехов из первого икс кома получается у мехов тоже там было тяжелое оружие правда у них обычного оружия не было даже это это получается даже еще лучше чем мех первой части в первом экзкоме там мехи не могли в укрытие садиться а здесь такие бойцы могут в укрытие садиться ну у них конечно не так много хп ракетная установка урон 47 дистанция 27 ну неплохо неплохо надо будет ей короче поставить руки закрытые полностью а то что-то мне открытые руки не нравятся у нее ну отлично выглядит просто террористка можно еще татуировки ставить персонажем ну у нее руки закрыты так что ничего не будет видно пофиг на татуировки у меня просто отличная команда сейчас ну все самое время навестить пришельцев на их базе пора уже начинать мочить уменьшать прогресс аватара понемногу хотя бы с этим язык скелетом короче третья ячейка недоступна хоть там лучше не надо костюм ах у меня у всех бойцов слоты еще есть ой че я несу не у всех бойцов а у романа есть слот доступный который я на прошлой миссии не забил за того что мне денег не хватило а вот сейчас как раз маяк имитатор туда можно положить эх еще бы у меня плазменные гранаты к этой миссии я бы вообще порвал просто пришельцев ага чопра у меня по моему это медик у меня еще одно улучшение оружия есть кого кому бы это улучшение дать саперу наверно дам саперам как раз самое то подходит бесплатная перезарядка свободная чтобы они могли перезарядиться и продолжить стрелять на этом же ходу свободная перезарядка она отлично действует против этих против кодекса короче кодекс кидает свой этот ментальный шторм или как это что которое оружие типа разоружает ну типа оружие пустое становится а ты просто берешь тыкаешь свободную перезарядку и можешь продолжать мочить их успехов хотя конечно много свободной перезарядки не бывает вряд ли у меня там будет у многих бойцов она ну например специалистам это свободная перезарядка не очень подходит потому что у них так в принципе нет проблем никаких с перезарядкой с патронами рейнджером тоже не очень подходит ну погнали ну погнали а ну Продолжение следует...